Всем здарова, ребятки! Ну чё, одна шестая нашего турнира подошла к концу, пятый тур позади и таблица. После пятого тура нашего Winter King Lago, точнее, прочитал здесь, нашего зимнего турнирчика королевского. Поехали! Шамиль 4, Надирбек 4, Фёдор 4, Андрей 3, Андрей 3, Виталий 3, Саныч 2, Роман 2, Олег 1, Арсений 1, Паша Шапкина 1, Вульф 1. Вот это таблица, ребят, и ждём. Сейчас будут пары, пока что не проиграл только Стёпа и Шахбан. Смотрим пары, ребят. Итак, ребят, пары шестого тура. Поехали! Вадим Нодербек. Ну, Вадим должен побеждать. Атлетико Виталий. Атлетико. Жека Ваня. Не знаю. Ваня тоже неплохо играет. Он меня... Меня и Жека, и Ваня обыграли. Я уже с тебя играл. Опа! Аж мастер! Посмотрим. Ну, Жекис со мной жёстко везло. Не знаю. Даже кому отдать предпочтение, может быть, тут и ничья. Ладно. Дальше. Павло Амир Амир. Я сыграю против Григория. Ну, тоже легко не будет, хотя хуй его знает. Посмотрим. Может, если фортанёт, а если не фортанёт 2-2. А если проебу, то, блядь, судьба. Дальше. Влад Латвия и Сухропий этот матч выделил как топовский красным, потому что больше там... Только одна игра тоже топовская будет. Все остальные играют как бы с человеком с более слабым соперником или равным соперником. Владик Латвия за дрот. Сухроп 2 за дрота. Блядь. Посмотрим, блядь. Как они сыграют. Посмотрим. Ну, хуй его знает. Я не знаю. Тут и Латвия может сделать, блядь, чудеса. Сухроп тоже может. Да, или 2-2. Посмотрим. Дальше. Пашка Черномор против Вульфа. Не знаю, будет ли этот матч вообще, но тут понятно, что Вульфик проебёт. Дэн против Андрея Сидга Санова. Ну, Дэн, блядь, наверное, будет набирать свои драгоценные очки. Паша Шапкин, Алексей. Вот это я не знаю, кто тут победит, ребят, потому что я... Мне кажется, они на равных играют. Дальше. Фёдор против Шамиля. Фёдор против Шамиля. Ой-ой-ой-ой. Фёдор сегодня в группе пишет. Бля, кто там? Мне, короче, типа пизда. Я говорю, я не знаю. Вот Шамиль ему попадается. Ну, смотри, что я тебе скажу. Шамиль неплохо играет. Ну, с ним играть можно. Но он немножко задротит. По крайней мере, со мной. Я не знаю, как... Он выбирает тактику, говорит, с другими людьми, но со мной он, блядь, задротит. Мне с ним всегда сложно играть. Но я его побеждал. Ну, блядь. Я, по-моему, и когда-то проебал. Если мне не изменяет память. Ну, ладно, посмотрим. Короче, Фёдор Шамиль будет сложно. Фёдор, тебя. Дальше. Димон Омск-Плерм. Димон Омск-Плерм. Тоже интересный такой матч. Тоже не знаю, кто тут, бля, лидер. Ну, посмотрим. Матч должен быть получиться у них хороший. Мне кажется, 2-2, наверное, будет. Дальше. Саня Сицилия против Олега. Ну, тут Саня Победа. Арсений Саныч. Не знаю, кто выиграет. Дальше. Стёпа Зисбек. Стёпа, как обычно, говорит, дайте мне жертву. Но это 18 очков по-любому. Ещё топовский матч, ребят, как я и сказал там в начале. То, что Юленька сыграет против Шахбана. Тоже выделил его как топ. Бля, интересный матч на самом деле будет. Ну, Юленька всегда говорил. Я когда-то... У Шахбана ноль поражений. Так же, как и у Стёпы. Ну, у Стёпы соперничек Тайзисбек. А у Шахбана Юленька. Это неудобный для него соперник. Ну, посмотрим. Будет интересно, ребятки. Закатите 2-2. Шахбана потеряет первые очки. А если выиграет Юленька, то посмотрим. Ну, интересный матч, интересный. И последняя пара. Это Геныч против Имортала. Ну, Геныч задрочит углами и победит. Ну, чё. Вот такой получился шестой тур. Пара и таблица, ребят. Всем удачи. Всем пока. С вами Бромэн. Всем удачи в туре. Григорий пиши.